Есть вроде зависание. Синяя, пожалуйста, пожалуйста! Да! Хорош! Ребята, я нашел причину того, почему мне так не везло в прошлом ролике. И забегая вперед скажу, да, не упал Тоти. И не один, а целых два. Ну шо, ребята, теперь точно все. Последний шанс поймать Тоти карточку. 72 пака различного типа. Одновременно свинита буду открывать. Да, он сейчас стримит, у него 70 паков плюс, собственно, как и у меня. Будет такая битва пакцов. О, я помню, это Биста, Ануоха. Три информа в одном паке? Это шо за пак такой? Не, ну это прям редкий пак, такого я еще не встречал в этой FIFA. Так, меганабор, полетели. Найс меганабор, и место. 89 Дхея. Он, конечно, в основу мне не залетает, но как рейтинг приятно. Так, у финита тем временем тоже нихера нет. Давай, Тоти, приди, Тоти, приди. Давай, я молю тебя, просто приди ко мне. Как правильно призвать Тоти, я не знаю. О, что-то синее было. Но это точно не Тоти. Так, тут будет зависание. Так, это информа волкаут. Бразилия. Ну, как вам сказать. Типа норм, наверное, учитывая, что он бесплатный, но... Ставить мне его абсолютно некуда. Поймали Габриэля Жезуса, где один редкий игрок. Так, это волкаут из ЭПЛ. Кто там? Опять, что ли? Фух. Слава чему-то там, что это не Жезус. Это информа волкаут, только не Бразилия. Так, это Англия. Ну, наверняка у меня тоже есть, если его придется квиксельнуть. Мы предотвратили причину того, почему мне не падал Тоти. Поэтому я не сомневаюсь, что сегодня у меня дропнется Тоти. Так, знаю один метод. Открываешь бронзовый пак. Открываете серебряный пак. Обязательно нужно напялить форму. Открыть пак за 5 тысяч, потом открыть пак за 15 тысяч. Ну и получаете Сане. 8-6 рейтинг. Найс лайфхак, да? Ну, как минимум, я окупил все это дело. Сане стоит 60 тысяч. Пожалуйста. Есть вроде зависание. Синяя, пожалуйста, пожалуйста! Да! Хорош! Иди сюда, Тоти, я поймал! Боже мой! Боже мой, я поймал! Сука! Да, это Алисон. Кто-то скажет полная дресня, но я с вами не соглашусь, потому что Алисон вписывается в мою основную команду. Ну, как вы понимаете, этот метод сработал. Мне ответили чуваку, и мне упал Тоти. 97 рейтинг. Алисон, добро пожаловать в мою команду. Один редкий игрок. Один! Один редкий игрок. Не стоит недооценивать подобные паки. Ну, в общем-то, как-то так. Сюда я поставлю Алекса Сандра, чтобы был линг у Делихта. И все будет чики-пуки. Ну, и, в общем-то, как вы понимаете, задача минимум выполнена. Я могу спокойной душой дальше идти открывать пакетики. Блин, забавно, конечно, что Тоти упал там, где его не ждали. Именно в паке, где только один редкий предмет. Ну, вы прикиньте, да? Я не знаю, как так звезды сошлись, что получилось так, как все получилось. Нет, это... Нет, нет. Типа, я не верил и чуть-чуть поверил, а потом снова не верил. Ну, в общем, вы поняли. Не бывает таких чудес. А если вам, пацаны, нужны монетки, не забываем про мой личный сайт PandaCoin. Ссылочка на него будет в описании. Финальный забег, ребята. 24 пака с рейтингом 83+. Прошлый раз, когда я на стриме открывал эти паки, они были максимально херовыми. В каждом паке мне падал исключительно 83 или 84. Понятно? Ясно. Ну, вот, исключительно 83 рейтинге падает. Ну, слушайте, это неплохо. 89 рейт в паке 83+. Мне кажется, у меня впервые такое. Ммм, Шкриньяр. Бразилия. СДН. Опять Фернандиня. Нет, это Казимира. Хорошо. Тоже на СБЧ. Это Волкаут, прошу заметить. Это Уругвайц, прошу заметить. Это Кавани. Да, это Кавани. Опять Волкаут? Что-то меня сыпет из... Не, вы шутите. Два Кавани подряд, ребята. Два Кавани подряд. First owner, первый обладатель. Ты серьезно? Что ты мне радуешься? Я уже порадовался. Ну что, ребята. За финальным все это дело базовой версией Кумира. Буду надеяться, это будет что-то играбельнее, нежели Неста. Раз, два, три. Паун, стреляем. Главное, чтобы это был не Галкида. Ух, давайте смотрим. Флаги, флаги, флаги. Да. Совсем не то, на что я рассчитывал. Добро пожаловать в коллекцию неиграбельных карточек. Типа статы может и прикольные для начала фифки, но сейчас играть такой карточкой, естественно, я не буду. Буду надеяться и верить, что выйдут какие-нибудь СБЧ, где понадобятся вот эти вот самые Кумиры. Ну и дальше произошло страшное. Я закончил видеоролик и пошел из нафармленных игроков собирать еще паки. Да, это какой-то бесконечный круг ада получается. Щелкал я на тот момент паки 83+, и случилось то, что вы сейчас увидите. Бля, пиздец. Нахуй ты мне второй нужен. Он у меня уже есть непродаваемый, блядь. Да, из всех возможных Тоти мне снова упал Алисон. Вот надо же такому случиться. Мне никогда так еще не было грустно ловить Тоти карточку. Ну, что мне оставалось сделать? Запихнул его в СБЧ 83+, и получил вот это вот. Найс обмен. Ну и в общем-то давайте подведем итоги Тоти ивента. Три Тоти карточки. Две из них залетают в основной состав. Я доволен. Пишите, что вы думаете по поводу этого ивента. Довольны вы или нет. Если хотите наглядно показать, предлагайте в группу ВКонтакте. Я регулярно туда публикую ваши классные по акции. Ну и в общем-то все. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем хорошего настроения. Пока.